Мобильная бригада узких специалистов, лор, офтальмолог, онколог и другие приедут в Ленский район на несколько дней. Об этом заявила Ольга Балабкина на встрече с медиками Ленской ЦРБ. По словам зампреда правительства, жителям приходится ездить на приём к миринским врачам, потому что местных не хватает. Сегодня в больнице нужны минимум 70 специалистов. В прошлом году из города уехали пять врачей, часть из-за отсутствия жилья. Чтобы удержать работников и привлечь других специалистов, заместитель главврача Лидия Козлова предложила увеличить размер компенсации за аренду квартиры. Сейчас это 10 тысяч рублей. Сегодня уже больница говорит о том, что четыре специалиста должны с ординатуры прийти в августе месяце. Но я думаю, что путём решения аренды жилья мы сможем разрешить эту ситуацию. Если есть специалисты, будем держать. Выслушать всех и взять важные темы в работу – цель правительственных отчётов. За три дня работы делегация встретилась с жителями поселений района, провела приём по личным вопросам. Их ленчане озвучили и на отчёте в Ленске. Жители интересовали переселение из аварийного жилья, газификация поселений и реконструкция Ленского аэропорта. Последний, как выяснилось в ходе общения, вошёл в федеральную программу, и его проект подготовят до 2025 года, после чего начнётся строительство. А вот в программу газификации в этом году попали Бичинча, Мурья и Батамай. Система газопроводов расширена. Именно по Ленскому району этот перечень расширит. То есть и создать условия. Вот сейчас проект программы, который в Газпром направили. Это Витим, это Передуй, это Талон, те населённые пункты, которые... А Порт-Анахара, которые мы пытаемся в эту программу включить. Надеюсь, у нас получится. 16 февраля делегация правительства приедет в Мирнский район. Отчёты пройдут в Орылахе, Алмазном, Светлом, Чернышевском и Мирном. Продолжение следует...